Добрый день, дорогие друзья! На библейском портале «Экзегет» хочется предложить вашему вниманию размышления о том, чем отличается принципиально внетелесный опыт человека от подлинно посмертного. Широкий интерес к этой теме, к посмертным опытам, был в связи с тем, что немало людей пережили клиническую смерть, а медицина уже на том уровне, какого она достигла к середине XX века, получила возможность этот опыт оценивать. То есть люди возвращались к жизни и делились своими переживаниями о том, что они видели как бы за той невидимой чертой, которая отделяет эту обычную земную жизнь от жизни иной. И, конечно, сам вот этот оголтелый материализм, который господствовал, по крайней мере, в начале XX столетия, в нашей стране была эпоха, как вы хорошо все знаете, по крайней мере, люди старшего поколения это испытали на себе, эпоха государственного атеизма. А в Западной Европе, в США, там были различные оккультные течения и известные книги доктора Райма Дамоуди, которая называла «Жизнь после жизни» первый раз была опубликована в 1975 году. Доктор Элизабет Кублер-Росс также опрашивала людей, которые имели опыт клинической смерти, кто-то на два, на три и более часов переходили за грань этой земной жизни. Доктора Осис и Харалсон публиковали свои исследования. В частности, доктор Райма Дамоуди, чем известна эта личность, он обобщил свой опыт, опрашивая людей, которые имели внетелесный опыт, и сделал те выводы, которые так или иначе повлияли на мировоззрение американцев, западноевропейцев. И у них сложилось представление о загробном мире, о посмертном опыте, которое немножечко отличалось от подлинно христианского. В то время не было интернета. Тогда только публиковались какие-то статьи или книги в газетах, в периодических изданиях. Сейчас, когда появился интернет, и практически, я думаю, вы не будете возражать, дорогие друзья, что практически любой человек без всякой ответственности за свои слова может в интернете выложить свои видения, откровения, переживания, то, что с ним произошло, и трактовать это может как угодно. Сейчас еще большая возможность у человека делиться своими переживаниями, а так как большинство людей все-таки оторвано от подлинно христианского, евангельского, святоотеческого представления о загробной жизни, это создает большую такую путаницу в понятиях. И действительно, люди путают подлинно посмертный опыт, когда человек умирает, его душа покидает тело, и он уже вступает в мир невидимых духов, и начинается хотя бы отчасти знакомство с подлинно духовным миром, с тем миром, куда перейдет наша бессмертная душа после того, когда она, по воле Творца Вселенной, когда-нибудь покинет это тело. Смерть — это удел всех живущих на земле, она является именно следствием грехопадения наших праотцев и является той последней петьмией, которую каждый из рожденных на земле обязательно понесет. Мы все пройдем через вот эти невидимые врата, когда наша бессмертная душа покинет тело. И чем принципиально отличается подлинно посмертный опыт от опыта внетелесного, который тоже имеют многие люди, и, делясь своими переживаниями, эти люди, те люди, которые имели такой опыт, так или иначе, может быть, даже сами того не желая, создают ложные, отличающиеся от евангельского и святоотеческого взгляда на загробную жизнь. И так как представление таких людей, и все вот эти идеи, они буквально витают в воздухе, это создает ложное представление о духовной жизни. И наша жизнь, получается, теряет свой смысл. Наша жизнь уже является не подготовкой к жизни вечной, когда после смерти предстоит суд Божий, частный суд Божий над человеческой душой, а всего лишь одной из ступеней к развитию. Несколько принципиальных отличий внетелесного от посмертного опыта. Обращаем ваше внимание, что в 20-м столетии была издана одна из лучших по сей день непревзойденное произведение иеромонаха Серафима Роуза, известного богослову и миссионера, который написал книгу «Душа после смерти», где он не только обобщил святоотеческий взгляд на посмертную участь человеческой души, но в чем достоинство этой книги, он как раз провел святоотеческий анализ тех посмертных, в данном случае мы скажем в кавычках, опытов, которые были опубликованы, так сказать, в трудах вот уже вышеназванных, издевательств, доктора Райма Дамоуди, Элизабет Кублер-Росс и других. В чем характерные признаки популярных в XX веке, так называемых посмертных опытов, которые на самом деле являются просто опытом внетелесным, то есть временного разлучения души с телом. Смерти не надо бояться. Вот какой вывод делает доктор Райма Дамоуди и Элизабет Кублер-Росс. Спокойный опыт. Смерть имеет как бы все признаки. Доктор Элизабет Кублер-Росс говорила, что процесс умирания может быть болезненным, а сама смерть — это спокойный опыт перехода в другое состояние бытия, к которому надо относиться как к чему-то, как к знакомству с каким-то более интересным, радостным миром. Переходя в другое состояние бытия, ты будешь также смеяться, радоваться и внутренне развиваться. Второй вывод. Не будет ни суда, ни ада. То светящееся существо, которое чаще всего видели люди, находившиеся на вот этой грани, и о чем они потом свидетельствовали, когда их опрашивали вышеназванные исследователи, это светящееся существо, даже зная о недостойных поступках человека, относился к его поступкам даже с некоторым юмором и снисходительно. То есть никто никого ни в чем не судит. И более того, Элизабет Кублер-Росс даже в одной из твоих статей говорила, «Бог не судит в отличие от человека». И вы, я думаю, понимаете, дорогие друзья, как это импонирует вообще гуманистическому сознанию современных людей, что якобы там тебя встретит светящееся существо, которое не будет тебя ни за что осуждать. Следующий вывод, который делается на основании вот этих исследований. Смерть — это не окончательный единственный опыт, а безболезненный переход к более высокому состоянию сознания. Например, доктор Элизабет Кублер-Росс проводила такую аналогию. Подобно тому, как вот мы снимаем зимнее пальто весной и вешаем его в шкаф, точно так же мы просто расстаемся со своим физическим телом для того, чтобы непрерывно развиваться в другом состоянии, как бы восходить к ступеням самосознания, развития какого-то общения с некоторыми духовными мирами. И четвертый вывод. Получается, что цель земной жизни — это не подготовить свою душу к Царствию Божию. Земная жизнь, она как бы теряет свой смысл как то поприще, где мы должны волю Божию познавать, исполнять его заповеди, нести свой жизненный крест, каяться в своих грехах, приобщаться к таинствам Святой Церкви. Но в первую очередь надо стать членом Святой Церкви через таинство крещения. А получается, не вечное спасение души является целью, которой должен стремиться человек в земной жизни, а всего лишь подойти к той ступенечке, когда он перейдет на новую ступень развития. И вот это неограниченный рост, как бы некий прогресс, некоторое самоопознание и так далее, и так далее. И здесь надо отдать должное через статьи вышеназванных исследователей. Так или иначе, в сознание большинства людей, по крайней мере, второй половины 20-го столетия, плотно входили именно оккультные идеи. Те самые оккультные идеи, которые были записаны в тибетской книге мертвых у Святенборга и других медиумов и оккультистов прошлых столетий. Но если, надо отдать должное, в прошлых веках оккультисты это были как бы отдельные личности, особо посвященные в мир духов, и контактеры с миром духов, которые оттуда получали вот эти так называемые познания о духовном мире, то благодаря вышеназванным исследователям и тем выводам, которые они делали после опрашивания людей, имеющих опыт клинической смерти, эти идеи стали принимать массовый характер. Идея о том, что на самом деле впереди нас ждет не суд Божий, не рай и не ад, а бесконечное какое-то вот творческое развитие. Там встреча со светящимися существами, которые также с тобой могут смеяться, веселиться, с юмором рассказывать тебе о твоих каких-то поступках. И вот этот ни на чем на самом деле не основанный оптимизм, который разделяли до сих пор большинство протестантских динаминаций. Сейчас можно не перечислять, но подавляющее большинство протестантских динаминаций так или иначе вот восприняли эту идею. Ряд католических богослов, особенно после Второго Ватиканского собора, также восприняли вот эту идею, что и даже в их трудах можно находить такое определение, что ад – это отнюдь не место, где страдает вечный грешник. Ад – это всего лишь состояние души. И надо уметь во время земной жизни как-то вот от этого состояния избавиться, как-то вот изменить свое сознание, изменить взгляд на самого себя. Вот в чем главные характерные черты внетелесного опыта. А более подробно, чем отличается внетелесный опыт, на основании которого делались такие выводы, от подлинно посмертного, мы с вами рассмотрим в следующей беседе. Будьте здравы и Богом хранимы! Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!